Про припада в Южной Африке. И так меня насильно вталкивали лекарства, с ложечки. Два мужчин ловили меня, а мама садила к себе на колени и заставляла меня пить. Я никогда не соглашался пить никакие лекарства. Так что нам заставлять вас сейчас про припада? Тогда вы убьете меня. Помимо этого, есть еще другая высшая энергия. Что это за высшая энергия? Джива Бхута Махабахо Яелам Дхарите Джагат. Это живое существо. Мы все живые существа, поэтому мы высшая энергия. Мы эксплуатируем материальные ресурсы. Поэтому мы относимся к высшей энергии. Мы придаем форму материальной энергии для своего удовлетворения. Поэтому мы принадлежим к высшей энергии. Итак, в настоящий момент мы заняты деятельностью материальной энергии. Например, мы экономисты, националисты, ученые и так далее. Это значит, что вся наша деятельность лежит в сфере этой материальной энергии. Даже философы, умствующие мыслители, все это материальная энергия. Но мы рождены не для этой деятельности. Наше высшее занятие объяснено здесь, Савайпумсам Парудгармо. Деятельность высшего порядка значит преданное служение Верховному Господу. Бхакти значит преданное служение. Когда мы понимаем Адхокшаджу, Верховного, Абсолютную истину, тогда мы осознаем собственное положение. Они мои неотъемлемые части. Мамаева Амши. Амша значит неотъемлемая часть. Например, этот палец. Неотъемлемая часть моего тела. Поэтому долг пальца следить за тем, чтобы телу было удобно. Я хочу почесать в носу. Палец немедленно выполняет это. Если пальцы не помогают мне, то они больны. Подобным образом мы неотъемлемые частички Бога. Если мы не можем помочь Богу, неотъемлемые частички Бога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В вашем доме миллионы муравьев, кто их кормит? Он уже дает все необходимое. Но зачем мне его беспокоить? Просить у него что-то, он уже, не дождаясь, пока мы попросим, предоставляет нам это муравьи и слоны. Они не ходят в церковь, чтобы попросить Бога, «О, дай нам хлеб наш насущный». Но ведь они уже получают. Нам все это необходимо, и Бог создал это. Он достаточно нам дал. Все уже есть полное и завершенное целое. Верховный Господь устроил все совершенным образом. Итак, мы должны сознавать, как Верховная Личность, Бога, облагодетельствовал нас, и в чем наш долг. Ему наше служение не нужно, но если мы служим ему, это говорит о нашем здоровом состоянии. Например, этот палец, часть моего тела. Вот я прошу этот палец, делай так, двигай так. Вот палец здоров. Но если я хочу, чтобы палец послужил мне как-то, но палец не может этого сделать, это значит, что палец в нездоровом состоянии. Подобным образом, когда мы не служим Богу, это говорит о нашем нездоровом состоянии. Это материальное состояние. Поэтому в Наймишаране состоялось одно крупное собрание. Но, по моему мнению, там, где присутствует Кришна и Аджуна, всегда будет удача. Он прямо подтвердил, что Дритараштру не мог ожидать победы со своей стороны. Победа, несомненно, была уготована Аджуне, потому что с ним был Кришна. Кришна поставил себя в положении колесничьего Аджуны. И так он провел еще одно свое достояние. Кришна полон достояний, и отрешенность — одно из них. Можно привести множество примеров такой отрешенности, но Кришна — лучший из отрешенных. Битва на самом деле происходила между Дурьотханой и Юдхиштхирой. Аджуна сражался от имени своего старшего брата Юдхиштхиры. Поскольку Кришна и Аджуна были на стороне Юдхиштхиры, победа последнего была предрешена. Война должна была решить, кто будет править миром. И Санджая предсказал, что власть перейдет к Юдхиштхире. Здесь также предсказывается, что Юдхиштира, завоевав победу, будет бесконечно процветать, поскольку он был не только праведным и благочестивым, но и высоконравственным человеком. Он не солгал ни разу в жизни. Разные неразумные люди воспринимают Бхагавадгиту как беседу на разные темы между друзьями на поле сражения. Но такая книга не может быть священным писанием. Кто-то может возразить, что Кришна побудила Аджуна сражаться, что было безнравственно. Но реальная ситуация была ясна и сложена. Бхагавадгита — это высшее слово морали. Это высшее наставление нравственности, как об этом сказано в 9 главе, в 34 стихе. Человеку следует стать преданным Кришне, а суть всей религии — это предаться Кришне. Наставления Бхагавадгиты составляют высший путь религии и морали. Все остальные пути могут очищать и могут вести к этой цели. Но последнее наставление Гиты — это последнее слово во всей морали и религии — преданность Кришне. Таков вердикт 18 главы. Из Бхагавадгиты мы можем понять, что постижение себя путем философских размышлений и медитации — это один путь. Но всецелая преданность Кришне — это высочайшее совершенство. Высочайшее совершенство. Это суть учения Бхагавадгиты. Путь регулирующих принципов, согласно положению в социальных классах и согласно разным религиозным уровням, может быть сокровенным путем знания, если религиозные ритуалы сокровенны. Но и эта практика неразрывно связана с медитацией и углублением знания. Преданность Кришне в преданном служении в полном сознании Кришны — вот что есть самое сокровенное наставление и суть 18 главы. Продолжение следует... Итак, я вижу, что здесь, на Маврикии, достаточно земли для производства злаков. Выращивайте зерно. Насколько я знаю, вместо того, чтобы выращивать злаки, вы выращиваете сахарный тростник на экспорт. Зачем? Ведь ваша жизнь зависит от злаков, от риса, пшеницы, дала. Зачем? Почему вы это делаете? Сначала вырастите пищу для себя. И если останется время, если вашему населению хватает продуктов, тогда вы можете попробовать выращивать другие фрукты и овощи на экспорт. Но сначала нужно позаботиться о своей самодостаточности. Так устроил Бог. Повсюду достаточно земли для производства зерна, не только в вашей стране. Я путешествую по всему миру. Я бываю в Африке, в Австралии, в других странах, в Америке. Там столько пустующей земли, что если мы будем выращивать зерно, то сможем накормить население в 10 раз больше современного. нет и речи о нехватке. Итак, предположим, вы получили человеческую форму жизни. Благодаря своей благочестивой деятельности мы можем подняться на высшие планеты, Сваргалоку, райскую планету. Но что мы там получим? Тоже чувственное наслаждение, только более высокого порядка. Чувственное наслаждение доступно как в обществе кошек и собак, так и в разных странах. Может быть, только условия несколько различаются. Африка. 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 Африка.